Сегодня в выпуске готовим нежную говядину с зеленью, подаем с пюрешки как на основное блюдо или как крем-суп. Тут уж фантазия может быть безграничной, друзья. Очень ароматное блюдо, полезное, подходит как на каждый день, так же и на праздничный стол. Полетели в этот выпуск, я очень рада вас приветствовать. Ева, ты готова к лагерю? Да. А я нет, я спать хочу. Сейчас 8 утра, понедельник, и каждый день теперь в течение недели мне нужно вставать и вести своих отпрысков. Ну а танцы, у них начинается новый танцевальный сезон, он всегда начинается именно с лагеря. Значит, детей выгружаю, у меня будет целый час свободный. И я хочу мотануться на центральный рынок за чем? За бычьим хвостом. Ну, если не найду, тогда будем думать, что приготовить, потому что пока план такой. Вот все-таки, друзья, еда меня находит везде, даже в лагере у детей. Руэд, вы поздравляете с началом лагеря и опять еда. Это так просто, чтобы они не вырвали зло во время жизни. Это так встречает за форс своих студентов. Это не завтрак. Завтрак тоже мне посчастливилось застать. О, боги, как стали вносить коробки. Это что-то с чем-то дети были в полном восторге и предвкушении. Родителям в студии делать нечего, поэтому я, пожалуй, удалюсь. И, как обещала, едем на центральный рынок. Не дать, не взять. Главное то, что внутри, друзья. Вот такую сумочку я нашла у себя. В машине. Пойдем, повозим с жалом. Что дают, что дают. Яблочки, грубо говоря, не хрена себе. Клубничка уже по 10. Ну да, сезон закончился. Маленькая. Смотрите, какая красивая. И, пожалуйста, это я на туристу. У нас очень-очень много приводят сюда туристов на центральный рынок, потому что это прямо одна из главных достопримечательностей города Рики. Может, пюре из брокколи к мясу. Так, чесночка. Лучок возьмем с вами. Кинза. Вот кинзы я возьму и грибочки. Обалдеть. Вот это у вас какая красота. Друзья, я купила нектарины. Вот что называется прекрасно то, что внутри. Они обалденно вкусные. Шикарные. Шикарные. Еще раз спасибо. Идем искать. Хвосты. И уж очень я надеюсь, что мы с вами идем. Есть это у вас, собственно, бычьих хвостов нету? Хвостов говорят вообще нету, но мы надеемся на то, что мы все-таки их найдем. Это бычьих хвостов нет, случайно у нас? Почему бычьих? А куда еще обратиться в машину? Ковяжий хвост есть у вас? Да. Итак, друзья. Хвост заказала. Потому что это прям деликатес, который не так-то просто купить. Но говядина сегодня вывозят. Маги фиг. Купила очень красивые рульки. Красивый разрез, много мяса. Вот. Еду домой, буду ставить готовить. Готовить это примерно 6 часов. Поэтому нужно запастись терпением. Ну вот, друзья, и даже музычка нам в тему. Не столько мест, между прошлым и моим будущим. Какая музыка, а? Так, на рынок съездила, закрывала. Ой, как красиво. Ну что ж, мы уже с вами дома. Разберем покупочки. Здесь нам нужно достать кинзу. Она нужна будет в приготовлении. Чесночок. Лучок, по-моему, отправим в холодильничек. Также я купила еще лук-порей. Вот морковь приготовила. Один большой болгарский перчик. Пучок укропа. Петрушки, друзья. Тоже нам нужно будет для мяса. Вот это, вот это. Есть божественные митрарины. Сорт яблочный. Я отправлю сейчас в холодильничек. Пускай они остывают. Может быть, пирога напеку сегодня. Снимать не буду, но сам факт. Они очень вкусные. Малосольные огурчики. Немножко сделаю опять. У меня есть еще пучок зелени. Осталась половиночка. Лучок. Маломолоденький, маломолоденький. И вот это вот. Самое красивое мяско. Погнали его готовить. Готовим сегодня с вами говяжий окорок на травах. Хочу назвать этот рецепт именно так, потому что в приготовлении я буду использовать два больших пучка зелени. Это кинза и петрушка. По желанию, естественно, травы можно заменить на ваши любимые, но важно, чтобы их было много, потому что именно травы будут иметь доминантный аромат в этом блюде. И будем обжаривать наш окорок в заранее разогретом масле. Не пугайтесь того, что масло будет брызгаться. Да, такой момент присутствует, но я думаю, что это совсем не страшно. Быстро укладываем мясо в сковородку и обжариваем до золотистой, такой хорошо золотистой румяной корочки с обеих сторон. И будем подготавливать травы. Как я сказала прежде, у меня пучок петрушки и кинзы. Именно с этими ароматами в данном блюде будет прекрасно сочетаться вкус самой говядины. Также очищаю морковь, одну большую паприку, две больших луковицы и хороший такой кусочек лука-порея. Также мне потребуется 4-5 зубчиков чеснока. Я их даже нарезать не собираюсь, вот так раздавлю. И буду нарезать все остальные овощи. Довольно крупно, в принципе, каким образом будут нарезаны овощи, совершенно не важно, так как в соусе мы потом их будем перебивать блендером. Тем временем у меня очень симпатично зажарилось мясо и я отправляю его в мультиварку. Можно использовать, конечно же, и обычную кастрюлю. То, что осталось на дне сковороды, мы не моем, туда же отправляем. Обжаривается лук с чесночком до такой легкой прозрачности. И параллельно будем нарезать все остальные овощи. Точное количество ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании к этому видео. А если вы еще не подписаны на наш канал, мы будем очень рады вас приветствовать. И обязательно подписывайтесь, не пропускайте новых выпусков. У нас много вкусных рецептов. Сейчас я нарезаю всю зелень, которую подготовила. И буду отправлять ее обжариваться туда же, ко всем овощам, в два этапа, просто для того, чтобы мне хватило объема в сковороде. Как только зелень немножко подсядет, я добавлю вторую половину. Тем временем нужно не забывать о том, что, естественно, существуют еще и приправы и специи. Но в этом рецепте мы будем использовать исключительно соль и черный перчик горошком. Больше ничего. Добавляем к мясу. На гарнир сегодня у нас картофельное пюре. Оно прекрасно подойдет к этому блюду. Овощи, как видите, перемешиваю. И буду добавлять вторую половину зелени, потому что первая половина уже хорошо уселась. Все вместе обжариваю еще 2-3 минуты. И эту красоту будем перекладывать к мясу. Почему же я использую мультиварку? Только потому, что могу установить какое-то определенное время при приготовлении того или иного блюда. И поскольку мне сегодня нужно убежать по делам, я закрыла и забыла, что называется, все готовится само собой. Не забуду, конечно же, посолить по вкусу наше великолепное блюдо. Ароматы стоят уже потрясающие. И мне потребуется также 2 стакана воды. Можно использовать один, но у меня есть кое-какие свои задумки. Выставляю таймер на 6 часов тушения и занимаюсь своими делами. Время за кадром бежит незаметно. У меня уже прошло 6 часов и я достаю полностью всю говядину на отдельную тарелочку, потому что бульон вместе с овощами, как говорила прежде, мы будем перебивать блендером. Смотрите аккуратно, чтобы не осталось в бульоне костей. Почему же 2 стакана воды? Ну, просто потому, что мы любим, чтобы соусы были не очень густыми, а больше похожи на крем-суп. В этом случае у нас появляются при подаче дополнительные опции, друзья, потому что мы можем подать это блюдо как крем-суп, как суп-гуляш или как второе полноценное блюдо. Чуть позже вы увидите все три варианта подачи. А сейчас я уже занимаюсь пюрешкой. Всегда добавляю большое количество молока и обязательно кусочек сливочного масла до такой подобрее. Взбиваю пюрешку всегда миксером, потому что только в этом случае пюре получится максимально воздушным, легким и без комочков. Ну, а теперь пришло время накрывать на стол. У нас все еще продолжается сезон малосольных огурцов. Все никак не наедимся. Кстати, к этому блюду лучше было бы подавать красное сухое вино, но, к сожалению, у нас не было, поэтому и белое сошло, что называется. А получилось все очень вкусно. Невчонки, ну как? Мягенькое мяско. Да. А добавка будет? Будет. 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 Вот так, друзья, наш выпуск подошел к концу. Я очень надеюсь, что для вас он был полезным и понравился. Если да, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. А я буду с вами прощаться. До новых встреч. Люблю, целую. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok